Дорогие друзья, я вас приветствую на канале Блогермен. Сегодня выпускаю данный видеоролик, снимаю и публикую судьбу, которого я знаю наперед. Который наберет 529 просмотров. Ребят, вот такой же ролик выпускал почти 3 месяца назад. Он собрал 529 просмотров всего лишь. Хотя на канале, если посмотреть сколько у меня в общем просмотров, почти 75 миллионов просмотров. Вы представьте? То есть я знаю, что этот ролик нихрена не соберет, что эта тема не для моего канала, ребята, но представьте полтысячи человек. Хотя бы если кто-то из вас готов прямо сейчас принять вот этот поток мыслей, который вы получите, то это уже меня устроит. Ничего не соберет, да и похер. Главное, чтобы это кому-то помогло. Ребята, я человек, который бросил пить практически 10 лет назад. Вообще не пью никогда ни по праздникам и никогда. Даже на свой день рождения. Даже на Новый год и так далее. Бросил курить практически 4 года назад. Также я скинул 20 килограмм чистейшего жира. Вы увидите, сейчас покажу, каким я был, каким стал. Бросил курить, ржирнел капец, как ребятки. И очень сложно было вот это вот все потом согнать. Плюс я не был каким-то спортсменом. И 10 лет сидел в офисе, условно говоря, и работал. И был очень слабым. Но после ДТП у меня болела шея, спина. Для меня поднятие любой тяжести. Все, это обострение на месте. Я валялся, даже не мог шеей покрутить. Так что спорт. Для меня вот дорога спор тут была закрытая, считал, да. Но я смог изменить свое тело. Вы увидите, как. И самое главное, бросил курить. Вы узнаете, что я прошел. Что вам предстоит пройти. И, ребята, этот видеоролик, вот просто я хочу, чтобы он был. И все. Мне не надо никакие просмотры, деньги, что-то еще. Даже благодарность чата. Просто я хочу поделиться с вами этим потоком мыслей. Что со мной случилось. Что я прошел. Чтобы стать тем, кто я есть сейчас. И надеюсь, что кому-то из вас это поможет. Но самое главное, это чтобы у вас и у меня стоял лайк. Понимаете? Если у вас не стоит, у меня не стоит. Это очень плохо. Должен стоять лайк. Это очень важно, ребята. Благодарю вас. Напишите в комментариях. Проверьте, стоит ли у меня, да. Стоит ли у вас лайк. Спасибо. Ребятки, смотрите. Я когда бросил курить, у меня очень большие проблемы со здоровьем начались. Я думал, у меня будет инфаркт, инсульт. У меня не имело половину тела. Но я продолжал бороться. Я не курил. Ребята, я набрал очень большое количество килограмм жира именно. Я стал таким очень жирным. Вы сейчас увидите это. И это именно прям вот такое, как свинья, понимаете. То есть, я сам из себя так говорю. Да, я изменил свое тело. Ребята, у меня проблемы с гормонами начались. Я где-то с 6 до 10 лет занимался каратэ. Может, чуть даже подольше. Параллельно начал заниматься боксом. До 16 лет я был прям таким спортсменом, спортсменом. И, то есть, боевые виды спорта. Бокс, каратэ. Я любил это дело просто, да. У меня семья, так сказать, она тоже. У меня тренер по высоким единоборствам, да, батя. Вот. И, то есть, у меня, в принципе, выбора-то не было никогда. И я это любил. И сейчас люблю. Но, ребята, с 16 лет я, вот, у меня была офисная работа. Я заплыл, ну, не заплыл, просто стал таким бесформенным, рыхлым. Я сам по себе мезоморф, да. Но я так себя запустил ужасно. Из-за работы я стремился. Кстати, еще помимо того, что я бросил пить, бросил курить, скинул 20 килограмм, изменил тело даже после ДТП, да. Я, ребята, еще с 20 тысяч рублей в месяц поднялся до 300 тысяч рублей в месяц. Вот. И я надеюсь, это кого-то, кому-то что-то хотя бы даст, да. Может быть, какой-то толчок, чтобы бросить курить, чего-то начать. Ребята, смотрите, каким я был. Когда я бросил курить, я вот в это превратился слева. У меня были огромные бока, плечи сутулые. Я был сутулый, я был бесформенный, у меня ничего не было. То есть, все свисало, задница висела, то есть. И сейчас я вот таким, ребята, стал. Тут я весил 120 килограмм, сейчас 102 килограмма вешу. Вид спереди, посмотрите. Вот таким я был, когда бросил курить. Вот так в такую я превратился. Хотя, когда, ребята, это 120 килограмм. Но, ребята, до того, как я бросил курить, я весил всего лишь 90 килограмм. Но я так вот, конечно же, не выглядел. Я выглядел, ну, прям вот кожа до кости и просто худой человек очень, да, и все. То есть, у меня рост, ребята, 185 сантиметров и весил 90 килограмм, когда, до того, как бросил курить. Сейчас, ребята, вот спустя 4 года, я практически без полгода, там, без 5 месяцев, я выгляжу вот так вот и не курю при этом. Вот. И с такого вот я стал таким, ребята. Даже не сломило оно меня, ребята. Я не вернулся к сигаретам. Я знаю, многие жирнеют, после того, как бросили курить, да, и это их ломает, ребята. Да, у меня сахар повышался. Думал, у меня диабет будет. Сигареты, вот их отсутствие, ребят, меня просто разбило. Меня просто практически... Того меня, который я был, его больше нет, если честно признаться, да. Того слабого человека, который мог в 4 утра, в 3 ночи пойти за 10 километров я от города нахожусь, допустим, у меня сигарет нет. Я мог пойти, чтобы купить сигареты. Я не мог подождать до утра. Я был слабым. Я выкурил 2 пачки в день, ребята. И того человека сейчас нет, потому что просто меня сломало. И вот в этом процессе, да, когда он у меня долбило каждую минуту, я по 20 минут спал за сутки первые полгода, по 2 минуты спал, блин, у меня выкидывало из сна. И вот так вот по 40 раз за ночь я спал по 2 часа в сутки. Ребята, и меня это сломало, я честно признаюсь, да, как человек от того прошлого. Меня это выломало меня полностью. И чтобы не сломаться, да, не начать снова курить, мне пришлось уничтожить себя прошлого, скажем так. Вот, я знаю, что многие люди, да, проходят этот путь не так тяжело, потому что они курят по 5 сигарет в день. Они курят там всего пару лет. Ребята, у меня 17 лет стажа, 18 даже получается. И я курил по 2 пачки. Плюс у меня силы воли никакой не было вообще. Вот. Меня это, ребята, нервы вытрепило, когда я бросил курить. У меня немело левая часть тела из-за ДТП и из-за нервов. Вот. У меня шейная стихандроз, там протрузии, грыжи где-то. Ну, короче, очень много проблем. И, да, меня это сломило. У меня была жесткая депрессия, когда я бросил курить. И я разжрел вот так вот. Вот. Но потом я смотрю, у меня сахар начал подниматься, там 6, да, сахар. Был такой преддиабет уже твердый. Вот. Я понял, что все. Что ж, я бросил курить, чтобы меня это убило. Ребята, у меня кардиомиопатия была приобретена. Начальная стадия. Это когда перегородка сердца у меня толще нормы. У меня было то ли 12 сантиметров, то ли что-то такое. О, 12 миллиметров. При норме до 11, ребята. И я понял, что все, хана. Скоро моему сердцу хана. У меня 123 килограмма было. Я понял, что меня это убьет. И я бросил курить что? Ради того, чтобы умереть. Ребята, я сделал узи сердца. У меня начало сжечь вот тут вот. Как типа прединфарктное состояние. И все. Я понял, что я должен похудеть. И не просто похудеть, убрать, блин, мышцы, да. А похудеть, убрать, блин, жир. И у меня это получилось сделать. Пожалуйста, посмотрите, как я выгляжу сейчас. Нет тех титик теперь. Нет того пуза. Вот появилась трапеция появилась. Все вот это прорисовывается. Теперь, блин, у меня даже костей. Вот это грудинно-ключично-социевидные мышцы. У меня их не было. Посмотрите, какая стрёмная шея. Еще и вот тут вот длиннее. Тут наоборот, тут короче. Тут удлиненое. У меня большие проблемы, ребята, с мышцами были. У меня дисбаланс мышц был. Я от любого поднятия тяжести у меня, короче, такое обострение ловил шеи, что не мог повернуть. У меня мобильности шеи вообще не было. Сейчас я могу повернуть там свободно, куда угодно. Вот. У меня такого не было, ребята. Из-за ДТП, из-за сидячего образа жизни. И каждый раз, ребята, первый год, когда в зале я занимался, я от любой тяжести ловил обострение. У меня душа разрывалась, честно. Я хотел курить там, вернуться, потому что я не знал, что делать. Как мне, как начать заниматься. Я видел людей, новичков, они свободно приходят. Они здоровые, да, у них позвоночник здоровый относительно. Они свободно занимаются. Я им по-белому завидовал. Я хотел, как они. Вот. Но я не мог. Но я не сдавался. Я все равно поднимал эти тяжести, ребята. И сейчас я могу что угодно поднять без проблем. У меня обострение. Нет теперь. Раньше даже от полкилограмма я поднимал, да. Не дай бог затрону трапецию или шейный длинный разгибатель. Все. Месяц валяюсь, ребята. У меня от одного отжимания я травмировал себе дельту, мышцу. Где-то там внутри. И год мучился. Я не мог даже спать от боли. Я закачал эти мышцы. Посмотрите, у меня плечи появились. Тут ничего не было. Все плоское было. И у меня теперь, ребята, я могу любые тяжести. Короче, я вытащил себя. Ну, не побоюсь сказать из гроба. Потому что мне всего лишь на тот момент было 26 лет. Я был разрушен из-за ДТП. Из-за своего сидячего образа жизни. Да, я не пил. Я любил пожрать. Я курил сигареты. Вот. Но я смог из этого вылезти. И сейчас я не пью, не курю. Зарабатываю там в 20 раз больше, чем я зарабатывал, да. Я просто это говорю для того, чтобы вам, ребят, ну, изменил свое тело. Жесть, как мне страшно. Смотри, какой я был. Чтобы для кого-то из вас, ребята, этот весь поток мыслей, он для вас. Хотя бы кому-то из вас. Не надо все сразу. Бросить пить, бросить курить, да. Это не сразу, ребят. Я к этому пришел за 10 лет. За 30 лет, ребят, своей жизни. Мне 31 год скоро будет. Вот. И я к этому пришел, блин, не сразу. Как родился. Я долго курил. 18 лет почти. Я выпивал, не сказать, долго там. Я начал, да, с самого там подросткового возраста. У меня такая жизнь была. Ну, типа там, плохой пример у меня очень много был. И долго. К сожалению. Но. И. Меня это никак. То есть. Вот именно в сознательной жизни я уже там. В 20 лет я уже все. Я не пил, да. Вот. Я по подросткам, скажем, баловался. Я пиво очень, ребят, любил. Очень. Бросить пить было тяжело. Очень тяжело было бросить пить. Вот. Но я смог. И не жалею. Я радуюсь, ребята. Мне говорят. Блин, зачем ты живешь? Ты не бьешь, не куришь. Не жрешь ничего. Ребята. Я кайфую, короче, от вот этого вот результата. Я смотрю на себя. Каким я становлюсь. Я все запил. Ребят, совет. Если вы тоже будете худеть. Там или тело менять. Кому худеть не надо. Мышцы качать, да. Ребят, фоткайте себя почаще. Чтобы просто потом смотреть и вдохновляться тем, что вы обретаете, да. Кстати, ребят, обратите внимание. У меня здесь вот волосы. Это вот у меня проблемы с гормонами начались, ребят. То есть у меня начались волосы как-то расти. Странно. У меня никогда такого не было. У меня родинки начали появляться. Потом они пропали частично. Видите, много. Из них какие-то остались. Но у меня такого не было до того, как бросил курить. Я честно скажу, у меня хотел свернуться. Я думал, блин, дружище, братан. Ты бросил курить, обрел только преддиабет, прединсульт, прединфаркт. Ребят, у меня пульс, блин, был то 50, то 150. У меня давление скакало от 200 на 120. Понимаете, в чем дело? У меня панические атаки начались. А теперь, ребят, все. Моя выносливость. Я в день по 6 часов могу заниматься. 3 часа из них боксом активно. И 3 часа силовые. Вот что мне дало то, что я бросил курить и изменил себя. А все началось, ребят, с того, что я бросил курить. Если бы не бросил бы, я бы никогда таким сейчас не стал, какой я есть. И это промежуточный результат, куда я, ребята, стремлюсь. Я хочу жир сбросить. У меня сейчас 102 килограмма, я хочу весить 80. Я хочу быть рельефным. И я к этому приду. Ребят, со 123 килограмм было невероятно сбросить, потому что я думал, я не справлюсь. Я должен вернуться, я должен начать курить на время. Мозг играл со мной. Он говорит, братан, давай закурим. Давай сбросим вес. Ведь он вреднее, чем я. Ты же смог уже бросить курить. Еще раз сможешь. Это был год, когда я не курил, ребята. Первые полгода меня ломало жестко просто. И в год у меня случилось такое обострение. Потом, кстати, нет, все. Два, три, вот под четыре года уже я не представляю, что я могу курить. Это, я думаю, это что, я курил когда-то. Блин, это не подходит ведь мне. Потому что я люблю спорт, я люблю активный образ жизни и так далее. Вот. Кстати, обратите внимание, потому что кожа, скажем так, как, ну, нет, да, никакой кожи, так, как у многих людей бывает. Потому что я худел не очень быстро, да. И как бы больше не худел, а больше спорту уделял внимание. Да, питание изменил частично. Вот. Ну, не частично, сильно, конечно. Да, я кушаю. Я люблю, блин, пожрать. Ничего не поделать. Вот. Многие завидуют, там, мезоморфам. Я, честно, завидую эктоморфам. Ребята, кто жрет и не может набрать жир. Мышцы, ребята, блин. Какой-то кайф. А я знаю, что многие говорят, что, типа, блин, не, нифига. Типа, лучше даже, там, эндоморфом быть кто. Прямо так любой, да, с единой набирает, там, два килограмма жира. Ребята, я к такому себя доводил всю жизнь. Это случилось не за год. Я знаю, что эндоморфы, они себя за полгода такого могут довести. Я всю жизнь это доводил в себя. То есть, мне это достаточно сложно далось, скажем так. Вообще не двигался. Вообще не двигался, ребят. Только максимум до кухни, короче, доходил, жрал и обратно шел за компьютерный стол и стул. Вот. Но к этому меня было привести себя нереально сложно. Потому что я бросил курить. И мне тоже, блин, все говорили, ты так не пьешь, не куришь. Ты что еще хочешь мне жрать? Мне говорят, ты что с ума сошел? Ты же как для чего тогда жить? Я такой, да, надо закурить, наверное, да, чтобы похудеть. А потом я снова брошу курить. Все будет хорошо, я же смогу. Но нет, мозг не смог. Ребята, с вами будет ваш мозг играть. Ваш мозг будет вас заставлять курить. Он будет такие вам фильмы устраивать и игры, что вы просто будете ему доверять. Ведь это же вы. Как вы можете себе не доверять? А у многих людей им хрен объяснишь. Блин, вот эти вот моменты. Они очень такие упертые и думают, что это правильно. То есть у них любое, что они думают, они уверены, что это верно. Ребята, если хотите бросить курить, первый совет. Критически отнеситесь к тому, что вы думаете вообще в принципе. Любое. Подвергните критике. Даже то, что вы бросите курить. Может вы... Я вот хочу сказать, что это не истина в последней инстанции. Но я слышал, что людям, которые беременны, даже не советуют резко бросать курить. Это лишь я слышал информацию. Подтвердите, кто разбирается. Ребята, на себе испытал. Это жесть. Когда ты резко бросаешь курить, ты очень зависимый. Это просто пиз... Это... Все. У меня начало тело меняться. Вот в плане, да, гормоны перестроились. Я стал каким-то... Вот таким вот я превратился. Блин. Вот я не был. Вот таким я никогда, ребят, за жизнь не был. Может быть, знаете, когда... Не, никогда не был. Даже когда боксом занимался, такими никогда не был. Вот. Я щупаю внутри себя, да. Я напрягаю проезд. Ребята, там внутри... Там внутри просто вот мышцы. Они жесткие, они твердые. И если я смогу до 80 похудеть, подписывайтесь на канал Блогермен. Я покажу, каким я стану, когда буду 80-100. Я сейчас заплывший, я жирный все равно, блин. У меня куча жира, посмотрите на это. Вот. Я похудею. Ребята, и вы сможете бросить пить. Если хотите, конечно. Если, может, вам нравится выпивать, да. Есть люди, которым нравится выпивать. Что поделать с этим? Но курить, я думаю, никому не нравится. Я помню это чувство. Только утром я любил после еды покурить. Или в обед. С чашечкой кофе так садишься и куришь на улице. У меня частный дом. Я выходил во двор и курил. Да, это было приятно. Я когда бросил курить, у меня прям как будто друга отняли. Ребята, как будто друга отняли. Понимаете, в чем дело? То есть, он мне как бы другом был. Типа, мы вместе проводили время, курили вместе, да. Там какие-то дела, планы, там туда-сюда. То есть, традиции, вот эти вот, как это называется, слово. Ритуал, ритуал, да. Любой ритуал. С кем-то встретился, ребят. Покурил, да. А все друзья курят, знакомые все курят. Кстати, получилось бросить пить только тогда, когда... Ну, вернее, оно не так. Когда я бросил пить, все, с кем я дружил, это все, кто бросил пить. Вы это знаете, да. Их не стало рядом больше. Вот. И с сигаретами то же самое, кстати. Кстати, когда ты бросаешь курить с тобой, те, кто курит, твои друзья, знакомые, они стараются тебя избегать. Потому что они, с одной стороны, не хотят, как бы нормальные люди кто, да, не хотят провоцировать тебя, курить при тебе. Второе, ну, ты им становишься неинтересен. Потому что они любят выпить, любят покурить и так далее, ребят. Это нормально, да, конечно, курка интересов и т.д. и т.п. Вот. Но будьте готовы к тому, что вы потеряете не только сигареты, да. Как свое хобби, для многих это хобби и временем просто девать некуда. Они так и пишут, да, мне. По тем, кстати, видео. Вот. Но вы еще можете, ребят, потерять свое окружение полностью. Они могут вас расстроиться. Они могут сказать, что, ну, блин, ты че изменился-то, а? Ты че изменился-то? И вроде бы вы же к лучшему изменились. А вас будут критиковать. Вот в чем соль-то всех этих изменений, дорогие друзья. Вот. И вы должны к этому быть готовы. Вы должны быть готовы к тому, что у вас будут панические атаки. Что у вас сначала пуль замедлится, упадет до 50 в минуту. Потом до 150. Ребята, на всем этом протяжении, на год, год. Поставьте себе, ребят. Мне помогло. Знаете что? У меня перед этим я потерял близкого человека родного. И как бы я не хотел, я не мог его вернуть. Я осознал в тот момент. Я до этого тоже терял в детстве родного человека. Но сейчас, будучи уже взрослым, да, осознанным человеком, я понял, что есть вещи, которые ты как бы не хотел, ты не можешь их вернуть. И что бы ты до этого не делал. И, ребята, я применил этот трюк с сигаретами. Я их похоронил. Ну, я не проводил ритуал, там, не ходил пачку, не хоронил. Я просто сказал, их больше нет, и все. Для меня они мертвые. Я не могу, ничего не могу с этим сделать. Как бы я сильно не захотел. И я смог себя убедить. У меня открылось какое-то, ребят, кстати, я к Богу обратился. Когда я пить бросил, ну, выпивать. Я никогда не пил запойное. Слава Богу, не было такого. Но я тоже к Богу обратился. Ребята, обратитесь к Богу. Вот. Мне это лично помогает. Я знаю, что есть у человека ангел-хранитель. Что у меня много было случаев в жизни, когда я это испытывал. И есть такое число у меня 11-11. Вот. Я даже отмечаю, праздную каждый год эту дату. В тот день было то, что, ну, скажем, случилось то, что не могло случиться за 10 лет. Что бы я ни делал, у меня были все двери закрыты. Это куча государственных органов, инстанций и так далее. То есть там нужно было решать вопросы очень много. В один день, ребят, все решилось. Вы можете себе представить, куда бы я ни шел, так случилось, что все, уже нужно было идти и делать четко и твердо и сильно. Вот. Это тоже пытался сотни раз. Ничего не получалось. Даже в одном месте ничего не получалось. А тут в 10, ребят. За один день. То, что люди остальные делают там, ну, месяц. Мне сами звонили с этих мест и говорили, все, приходите туда-сюда. Короче, это был просто во второй раз пиздец. Этому свидетели мои близкие люди. И, ребята, я знаю, что это типа там чудеса всякие и так далее. Но это все очень субъективно, потому что когда я не видел, я тоже никогда не поверю. Но я просто говорю, что, ну, можете там не доверять, но я в очередной раз понял, что есть высшие силы, есть Бог, Создатель. Вот. И, ребята, если вы искренне хотите что-то, чтобы он вам помог избавиться от чего-то особенно, от чего-то плохого, да, что вас разрушает, обратитесь к нему. Вот. Искренне. Попросите у него. Но, ребят, я вам так скажу, что насчет разрушения, да. Да. Вы берете, ну, типа там, отжимаетесь, тоже ведь себя разрушаете, но с целью укрепить. Да. К примеру, с сигаретами вы курите с целью разрушить. В любом случае прям. Вот. Он не помогает никак ничему. Нет благой цели, понимаете. Как бы вы кушаете, типа, ну, вот, кушать тоже нельзя, говорят, жрать нельзя, там, то нельзя. Ребят, вы кушаете, чтобы выжить, да. Вы отжимаетесь, чтобы были сильные мышцы в случае ДТП, чтобы у вас шея не сломалась. Даже 10 км в час вам въедут сзади. У вас как у грудничка шея сломается просто, если мышц нет. Задумайтесь, кстати, насчет шеи, укрепляйте. Вот. Я знаю, я в ДТП был. Была бы сильная шея, я бы потом не страдал бы от протрузии, от грыж, там, и так далее. Вот. Ребята, с сигаретами совсем иначе все, это никак не работает. Типа, кто не курит и не пьет, тот молоденький помрет, там, и так далее, да. Ребят, да похер, да хоть сейчас прям. Вот честно, я не знаю, повлияет ли это на продолжительные жизни, да, то, что я не пью, не курю и т.д. Ребята, ну, я думаю, что не факт, скажу так. На качество жизни очень. Это факт, потому что я пил, курил и жрал. Ну, попробуйте вот прям встать сейчас с места, без разминки, отжаться там 40 раз. Попробуйте. Я вам гарантирую. Ну, не пробуйте, не надо. Если вы курите, пьете, жрете, вы толстый, да, ребят, не надо, не пробуйте. Это я, условно говоря, что потом год будете за плечи хвататься и руки поднять не сможете просто. Вот. Или пробежитесь 200 метров, да, без разминки там. Соседури. У многих будет, я ни в коем случае не рекомендую, не делайте так. Я просто говорю, ребят, что качество жизни. Пример привожу, понятный всем, да. То есть нужно сопоставить вещи, нужно сравнить, в сравнении все познается. Вот. Я-то знаю, я раньше сотку не мог пробежать, 100 метров быстро. Все, отдышка, сердце выпрыгивало. Кашель был. Я кашлял, у меня свистящее дыхание. Ребята, качество жизни, когда ты куришь и не куришь, это просто не сравнится. Дело не в алкоголе. Он влияет, ведь вы выпили, все, там, две недели не пьете. Он, две же недели у вас в организме не влияет на него. А сигареты вы, что, каждые там полчаса, час курите, да. Он постоянно с вами, этот никотин, дым, углекислый газ, что там еще. Вот. И это реально мешает. То есть, я именно сейчас про сигареты и про лишний вес. Вот. Сколько у меня это? 20 килограмм лишних, да. Ребята, кстати, я когда курил, я тоже набирал до 110 килограмм. А, 105, по-моему, 106 килограмм. И потом сбрасывал 100. Ребята, я выглядел в 10 раз хуже, чем вот здесь. Вот. Когда я вешу 100, как же. Просто спорт, ребят, это сила. Занимайтесь спортом. Спорт преобразит ваше тело до неузнаваемости. Даже если вы, как и я, такой же. Сейчас дали, ну, что-то типа того. Вот. Попробуйте позаниматься спортом. Пару лет. Не так, что, блин, сходили. Даже можете вот дома. Я, у меня сейчас челлендж, ребята. Я 300 раз в день отжимаюсь. Помимо зала у меня каждый день 2 часа кардио. 3 часа, 3 раза в неделю силовые. И плюс каждый день я дома. Вот здесь прям в рабочем кабинете. Студия называем. Вот. Я отжимаюсь 300 раз в день. И еще на брусья выезжаю 100 раз делаю. За 5-6 подходов. Вот. Не до отказа, да. Там по 10-15 раз. Но чтобы большое количество. Ребята. Короче, за месяц у меня результат. Я в грудаке вырос то ли на 8, то ли на 10 сантиметров. Бицуха выросла на 5 сантиметров. Прикиньте, за месяц. Вот. И плечи выросли то ли на 15, то ли на 16. Точно не помню. Я постоянно результаты записываю. Чуть ли не каждый день меряю. Короче, результат просто бешеный. Вы прикиньте. 15 сантиметров. Вот. Это благодаря отжиманиям и брусьям. Ребята, начните с дома. Сама укрепите мышечный корсет, потом идите в зал. А можете вообще не идти в зал. Идите на турник. Идите вот отжимайтесь. Идите на брусья. Все. А что еще надо? И шею, ребят. Единственное посоветую. Возьмите 2 по 5 литров баклажки. И вот так вот на трапецию. Вот. Поднимайте. Ну. Две руки. То есть до ушей старайтесь затянуть. Стоя. Ребята, укрепляйте, блин, трапецию, шею. Длинные разгибатели. Сопротивление. Короче, в интернете найдите упражнение на шею и на трапецию. Потому что там турник. Ничего особо такое. Не укрепить сильно прям такие. Очень. Отдельно лучше локально делать вот именно на трапецию, на шею. На длинный разгибатель. Потому что не дай бог. Кто-то толкнет вас в шутку. Что-то там. Ребят, шея должна быть мощью. Сравните, какая, ребят, кстати, у меня вот здесь шея и тут. Вот. Короче. Я вот, знаете, что хочу сказать? Что правда вот говорят, что нет ничего невозможного, да? А ведь так и есть на самом деле. Просто нужно сделать. Вот. Проблема в том, что, блин, большинство никто ничего не сделает. Но это то же самое, что вот вы можете взять телефон со стола. Можете не взять. Понимаете, в чем дело? Ведь каждый его может взять. И каждый его может. И не взять. Просто от вас все зависит. Все в ваших руках, ребята. Как бы это банально не было. Это факт. Я был самым слабым человеком силой воли. Нулевой. Не дадут мне соврать те, кто меня знает. Ребята, близко. Я не мог без сигареты. Мне трясти начинало. Час не мог, ребята. Час не мог. А с пивом. Я обожал. Я его литрами пил. Ну, конечно, не как многие по 10 литров. Но там двушку, трешку. Два раза в неделю у меня стабильно надо было выпить. Иначе все. Иначе у меня тоже. И у меня депрессия была жесткая. И так далее. Ну, кстати, насчет заработка. Да, я зарабатывал, ребята, при этом там копейки. Да, для меня я считал так. У каждого свой там порог, да. Но я вот тоже взял себя в руки и смог в своей профессии развиться до, там, в 10-20 раз вырасти доход. Тоже, кстати, может. Каждый у меня много знакомых работает. Не важно, где вы работаете вообще. Станьте лучшим в своем деле, ребята. Кем бы вы ни были. Сварчик, там, продается в магазине. Станьте лучшим. И вы будете зарабатывать, там, в 10 раз больше. У вас сейчас зарплата 20. Поверьте мне, если вы лучшим станете у себя в городе, вы будете зарабатывать. Там же 200. Попробуйте. Челлендж устроите. Так, жить интересно. Ребят, жить интересно становится. Я в своей работе, там, тоже невероятные себе челленджи создаю. Два месяца уже. Я выполнил работы, как выполнил за 4 года, за 2 месяца, ребят. Вот. И все это одновременно со всем тем, что я делаю. Может быть много, но мне нравится. Это смысл моей жизни. Я отвечаю на вопрос, для чего я живу. Потому что мне так кайфово я от этого получаю удовольствие. Ребят, честно, позволяю себе, там, может, 2-3 раз в неделю даже бывает. А потом месяц вообще ничего не жру. И там куда-то съездить. Ну, не буду назвать, рекламировать. Вы сами понимаете, куда. Пожрать, нажраться. Прям там и пиццу захавать. Вот. И картошку. И там. Ну, все, короче. Но я контролирую. Я не даю ему на 100 грамм даже подняться. Столько поднялся. Я тут же не делю себе. Ребят, я не диетю. Там типа овощи, фрукты. Ребята, у меня... Давайте я свой рацион опишу сейчас. Многим будет полезно. Ребята, очень однобразно все. Утром я ем... Смотрите, у меня либо 3 яйца. В перемешку с макаронами. 50 грамм. Вот. И грудки 50 грамм туда. Жареные грудки, кстати, на масле. Вот. Неваренная грудка вам. Это утро. Вот. И бутерброд с медом. Черный хлеб. И чай с одной ложкой сахара. Маленький стаканчик. Вот. Потом я ем. Бывает на 2 части. На 2 приема пищи разделю. Поем и через 2 часа, чтобы голод не испытывать. Чтобы 5 часов выдержать. Потом. И как бы за 2 приема пищи это считаю. Потом, ребята, я ем в обед 150-200 грамм мяса жареного. Грудки. Именно филе. Прикиньте. 200 грамм мяса. 2 яйца. В крутую. Ну, не жареное, так. В крутую. Вот. И огурец там. Ну, 5-6 штучек. Круглешочек. Не люблю. Честно. Признаюсь. Вот. И много чай с молоком. Ну, молоко такое. Поэтому не помню сколько процентов. Ну, мало, короче. Такая низкая жирность. А, в последнее время, ребята, я вообще домашнее стал брать молоко, короче. Вот. В деревне. И вообще пофиг. И творог домашний хаваю. Это обед мой. На завтра, кстати, бывает двойца захаваю. В крутую сваренную, да. И кашу, овсянку. 50 грамм. Вот. И вообще четко прям ништяк. И обед у меня однообразный. Прям я обожаю. Обожаю этот обед. Другому ничего не надо. Вот. А ужин. Ну, бывает там банан захаваю. Потом еще, да. Потом у меня ужин. Творог. 200 грамм. Домашний. Либо... Ну, либо не домашний. Как повезет, да. Когда куплю. Когда не куплю. Доварюсь. Там есть. У человека нет. Вот. 200 грамм творога. Стакан 250 миллилитров. Молока. Вот. Ну, и все, в принципе. И бывает там мяса подъем чуть-чуть, да. Там за день хочется покушать. Хочется покушать, да. А, кстати, с кетчупом ем мясо. И с хлебом черным. Вот в обед забыл сказать еще, что кетчуп и черный хлеб. И вот так каждый день. Ну, что-то меняю. Иногда кашу добавляю, там убираю. Что-то, да. Но в целом... Ну, меняю местами. Но в целом у меня такой вот рацион. И меня прям устраивает очень. Я еще, бывает, йогурты могу поесть, там. Ряженку попить могу. Тепенамбур добавить, да. Еще там я пару еще заменителей нашел. Заказал на Wildberries. Не реклама, кстати. Вот. И, короче, по диете у меня выходит. Я вообще не ем сладкое. Ну, типа там... Как, ну? Ем сладкое, но мед немного. Сахар, там, ложку-две-три за день. Чайную, естественно. Мед ем. И конфеты я раньше обжрал с конфетами. Убрал все. И, ребята, занимаюсь спортом. И вот попробуйте боксом заниматься. Я не говорю, там, в парах или на соревнованиях. Просто идите в зал, запишитесь на сексу-бокс. Либо дома встаньте и час бой с тенью делайте. Там, по 2-3 минуты раунд. Вы просто охренеете. Через месяц вы сбросите... Ну, у кого жир, да? Вы сбросите очень много килограмм. 2-3 килограмма точно. Прям не меняя даже рацион. Особо. Ну, просто сладкое уберите. Типа там конфет кучу. Вот, булочек. Ребята, ем черные хлеб. Булки и всякую хрень не ем. Бывает. Там, два раза в неделю даже бывает. Захаваю пиццу. Да? Вот. Картошку фри. Там закажу что-то такое. Вот. Бывает, да. Нажираюсь. Бывает. Бывает, могу месяц вообще не хавать. Но, в целом, вес и тело меняется. То есть, вес не меняется. Нихрена. 102 встал. Все. Но тело меняется просто капец. Я постоянно замеры делаю. Я постоянно фоткаю. Я сам в шоке. Что это такое вообще? Да? Я такого никогда не был, ребят. Мой совет, ребята. Хавайте больше белка. Бросили курить. Белок. Ну, если у вас нет противопоказаний. Кушайте белок, мясо, филе, грудки. 200 грамм в день. Захавали. И ништяк. И стоит у вас, у меня, если поставить лайк. Тогда он будет стоять у нас с вами. Поймите. Вот такую вещь. Должен стоять лайк. Если не стоит у вас, у меня очень плохо. Лайк должен стоять. Так что, ребята. В этом видео я вам рассказал. Показал парочку своих фоточек. Да. Какими я был. Каким стал. Вот. Насчет курения. Рассказал. Насчет алкоголя. Рассказал. Насчет всего рассказал. Надеюсь, что своим примером. Потому что много можно базарить. А примером это другое дело. Кому-нибудь. Хоть один человек. Если хотя бы даже задумается об этом. То это будет просто нереально круто. Один человек. И хотя бы. Вы когда-то вспомните меня. У вас все получится. И вы там через 10 лет своей жизни вспомните. Блогер-мен. Да. Вы вспомните этого блогера. Меня. И. Вспомните, как все было. Потому что у меня тоже есть блогер. Который. Который мне помог. Ну. Своим видео. Он не знает о моем существовании даже. У него тоже YouTube канал свой. Он прям на этом специализируется. Он сам тоже бросил курить. Вот. И я вспоминаю периодически. Я благодарен этому человеку. Что он даже. Ну. Не знает, что он мне помог. Но он помог очень многим людям. Вот. И. Ребята. Может сказать. Я вот это видео снимаю для того. Чтобы. Тоже быть кому-то человеком. Который смог помочь. Вот. Я знаю, что. У кого не пришло время. Что вам. Хоть ни скажи, ни сделай. Ничего не поможет. Я сам таким был. Эта информация будет полезна тем. Кто готов уже. Это будет последний шаг. Последняя ступень для них. И вы сможете бросить курить. Пить там. Зарабатывать больше. Не знаю. К чему вы стремитесь. У всех свои цели и планы. И задачи самое главное. Ребята. Буду. Как говорится. Закругляться. Да. Вот. Желаю вам. Чтобы у вас все было отлично. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях. Давайте пообщаемся по этому поводу. Все. Любви. Удачи. Здоровья. До скорого. Пока.